Девочки, всем доброе утро! Я уже натерла последний поддон с бураком. Мы называем бурак. Столовая свекла. Как хотите. Вот сколько у меня получилось. Вот сколько у меня получилось. Целая кастрюля была. Вот осталось у меня еще место на два поддона. Я сейчас быстренько нарежу лучок. Еще, чтобы пустую не работала наша сушилочка. Установила поддон, в случае чего, если потечет. Вот. Ну и уже сразу, наверное, закрываю. Включаю. Так, это что мешает? Ага, поддончик. Как говорится, не глядя, друзья. Включаю. На 10 часов. При 70 градусах. Все. И процесс пошел. А я пока сейчас начищу лучок. И добавлю сюда его. Вот так, мои хорошие. Без остановки. Без остановки работает мой дегидратор. Вот. Готовит нам, в случае чего, на зиму провизию. Я даже думаю фарш засушить, чтобы вот суп варить, да? Фарш засушил. Что-то я это с языком, с языком своим что-то это засушил. Вот. И готовый суп варить. Хоть борщ. Надо еще капусту тоже засушить. Хоть вермишелевый какой-нибудь. Хоть уху, в конце концов. Так что, друзья, у нас все прет полным ходом, мои хорошие. Делаем полочку в гараже, чтобы инструмент Сережин сложить. Вот уже прикрутили уголочки. Сейчас будем ложить сюда досочку. Ну и вот, друзья, что у нас получилось. Вот. Вот так вот две досочки. По уровню все получилось. Так, как здесь запечатлеть-то уровень. Вот. Вот такая красота. Теперь в гараже порядочек будет. Сережа все этот соберет свой инструмент и положит его на полочку. Замечательно. Так что все. Ой, как пахнет деревом. Вкусно. Такие досочки хорошие. Все. Красота. Друзья. Делаю пельмешки без спешки. Сделала муку с цельнозерновой мукой. Поэтому, видите, она у меня какая. Но, знаю, что такая все-таки мука полезней, чем чистая белая. Правда? Вы так делаете. Цельнозерновую муку добавляете в тесто. Я вот так делала. Вчера показывала вам на распаковке. Окорочка. Вот, прокрутила их на ночь. Они у меня постояли, замариновались. Соль, приправки. Здесь лучок, чесночок. И уже первую партию вон варю. Вон у меня осталось это. Сейчас прям на кругляшок положу. Вот это раскатаю. И еще, наверное, штучки две. Я прям формы сделаю. Накатаю. Вот такие вот дела. Занимаюсь. Так, бурак у меня с луком сушится. Еще пока не готов. Показывать пока нечего. Результата нет никакого. Ну, какое тесто с цельнозерновой мукой. Интересное. Такое в крапинку. Ну, видно, оно не убирается. Вот это как отруби. Друзья, давайте вам поближе покажу. Видите, какое тесто с цельнозерновой мукой. Делаю без всяких яиц, друзья. Только вода, соль и немножко подсолнечного масла. Вот так делаю. И, друзья, мне нравится структура самого теста. Прям какая-то она, мне кажется, плотнее будут пельмени. Не так будут рассыпаться, как с обычной мукой. А вот уже у меня готовые пельменчики. Сейчас со сметанкой. Мы их замечательно попробуем, покушаем. Ай, потеет всё. Друзья, нам такую вкусную посылку. Друзья, соседи принесли. Посмотрите, тыковка. Ну, которая им не нужна. Они нам принесли уточек кормить. Такая красота. Вот эта вот тыковка ещё даже, можно сказать, хорошая. Она только вот какая-то, как полопанная. Но её можно использовать. Очень хорошая тыковка. Так что и нам принесли прям такой хорошей тыквы. Тоже на еду, друзья. У нас сегодня без красивого заката всё. Уточки сегодня весь день у нас здесь гуляли по двору. Вот. Наелись под конец. Вот. Поэтому всё хорошо. Накрываю, прячу тыковку. И покажу вам сейчас, которые нам отдали. Так, друзья. Вот тыковка, которую нам отдали. Вот такая она, можно сказать. Это вот один сорт. Тюрьгаля сказала. Это вот второй сорт. Третий сорт. Четвёртый сорт. Четыре сорта тыковки мне дали. Вот такая она замечательная. Посмотрите, как она выглядит. Чем она отличается. Это вот какая-то как груша. Это вот ещё какая-то вот такая интересная тыковка. И вот такая вот тыковка. Всё попробуем. Я недавно варила кашку с тыквой. Что-то прям захотелось. Так что иногда пеку тыкву в духовке. Поэтому... А сама не сажала в этом году. Ну, видите, меня угостили. И сказали, что если нужно, ещё, ещё дадим. Даже вот так, друзья. Ой, хорошо, что есть такие соседи добрые. Очень хорошо, когда соседи хорошие. Друзья, вот сколько у меня пельмешек получилось. Пельмешки получились очень красивые, ровненькие, вкусненькие. Вот у меня здесь заморожено. Итого у меня получилось 5 форм по 38 пельменей. Вот. Так что 390 штук, если правильно. Вот такое количество. 390 штучек. Итак, дорогие друзья, посушился у меня бурак. Вот так он выглядит. Он прям как монолит, друзья. Вообще вот. Не расколотить его. Я его сейчас складываю. Вот такое у меня. Вот такое у меня. Вот такое у меня огромное блюдо. Вот таким образом я вот так вот выгинаю форму. И он очень легко отстаёт. Но он жёсткий, друзья. Если бы вы только знали, какой он жёсткий, этот бурак. Его бить, наверное, буду толкушкой молоть. Вот. Форма. Вот это вот поддончики остаются, слава богу, чистыми. Я почему-то думала, что они будут каким-нибудь бордового цвета. После бурака. Он сушился, друзья, как я и говорила, 10 часов при температуре 70 градусов. Так, вот я сейчас какие элементы небольшие очищаю. Вот. Видите, как выглядит. Подчистить, конечно, нужно будет вот некоторые штучки. Вот как выглядит бурак, друзья. И вот мы его потом будем как-то приводить в сознание. Сейчас он в обмороке весь. Посмотрите. Мох какой-то оленей. И мы его с вами будем приводить в здравие. Что-нибудь его молоть как-нибудь. Сейчас, может быть, я его толкушкой... Толкушкой я его как-нибудь вот так буду приводить в сознание. Потому что так, конечно, это дело не годится. Ну, в супе он, конечно, мне кажется, разойдется, да? Он же натерт, натерт. Вот. Ой, а запах какой приятный от него идет. Друзья, когда сохло все, дома было такое ощущение, как будто варится борщ. Потому что я еще сушила лучок. Так, где у меня лучок? Вот такая баночка у меня с двух поддончиков получилась. Лучка. Гляньте, какой симпатичный лучок. Видно, все-таки немножко капало на него с бурака. И вот он немножко розоватый такой. Вот. Столько с двух поддончиков лучка получилось. Вот, мои дорогие, такими делами сейчас буду заниматься. Покажу вам в конце, сколько у меня получилось бурака. Друзья, свекла сухая. Очень острая. Я вот даже проткнула себе палец. Она как стекло. И я догадалась, вот такой у меня новый пакет из-под сахара был, которым еще он чуть-чуть не закончился. Я сюда высыпала свеклу. И буквально топталась по ней. Чтобы ее... Чтобы ее размягчить, друзья. Вот. И то вот, посмотрите, тут ее еще нужно, наверное, еще в пакет добавить. И немножко еще ее там пожампать в пакете. Потому что так я начала жамкать. И вот наколола себе палец прям до крови. Так, тут вот даже чувствую, одна какая-то полусырая есть. Я ее выкладываю еще досушить. Такая гибкая еще. Вот. Так что... Сейчас буду еще ее доводить до ума. И так, дорогие друзья, все я определила в баночку. Вот такой красивый бурочок у нас сушеный получился. Бордовенький такой. Вот такой лучок баночка. И немножко бурака у меня не досохло. Я его ставлю еще на досушку. И вы видите уже мои труды. Сколько баночек у меня получается. Всего практически за три дня, друзья. Вот столько я насушила. Конечно, сушу прям пятилитровой кастрюлей. Овощи намываю. Умещается туда сушилка у меня буквально прям пятилитровая кастрюля или ведро. Вот. Так что вот такие объемы, друзья. Вы можете представить, насколько эта баночка может уйти по количеству, приготовить борща. Так как на трехлитровую баночку мы где-то добавляем один бурочок. Одну столовую свеклу. Кому как удобно. И здесь получается на трехлитровую баночку будет добавляться, ну, где-то такая хорошая десертная ложка. Так что вот на сколько раз. Даже я бы сказала чайная ложка верхом. Так что вот так это все экономично выглядит в сушеном виде. И очень хорошо хранится в сушеном виде данная продукция. Это если в морозилке хранишь, свет выключили и все. И вы остались без продуктов, да? Здесь же в данном случае продуктам ничего не грозит. Если только их намочить, да? Вот такие заготовки, друзья, мы с вами сделали. Я вам показала, как это делается. Какие особенности приготовления. Если кому понадобится, пользуйтесь. Пользуйтесь моим опытом, друзья. Ну, а я с вами прощаюсь. Говорю вам до свидания. Увидимся в моих видео. Подписывайтесь на мой канал Яндекс Дзен. Буду вам очень благодарна. Всем пока-пока, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok